В минувший понедельник мы стали свидетелем окончания этапа Заочных оперативок в правительстве Республики Башкортостан Во первых строках Ради Фаридович сказал, что он очень соскучился По личному общению со своими подчиненными И оперативка в минувший понедельник, видимо, будет последней оперативкой Которая прошла в программе Zoom в этих окошечках Когда собеседники и докладчики друг друга не видят И чешут носы и уши в своих рабочих кабинетах В общем, Ради Фаридович соскучился и на следующей неделе встретится лично со своими подчиненными Во вступительном слове также Хабиров упомянул поступившую свежую статистику за 5 месяцев Статистика эта достаточно тревожная В частности, промышленное производство впервые за многие годы в Республике Башкортостан Упало по сравнению с предыдущим периодом и предыдущим годом Упало, правда, на 1%, что, в общем-то, наверное, не так уж и смертельно Впрочем, сельское хозяйство, несмотря ни на что, выросло на 2%, а ввод жилья аж на целых 3% Правда, мы помним, как считают ввод жилья в Башкирии И цифру, конечно, это нужно делить на 3 или на 4 Также Хабиров сообщил, что с 22 числа он все-таки открывает фитнес-клубы для работы Ну, к вящей радости всех соскучившихся по тяжелым гантелям и всевозможным тренажерам А с 29 июня будут открыты спортивные объекты, спортивные школы, храмы и мечети Вот про храмы и мечети, кстати, разговора раньше не было Но тут Хабиров упомянул, что духовенство просто молит на коленях о том, чтобы разрешить прихожанам ходить в храмы и мечети Кассы культовых учреждений опустили В общем, конечно, надо эту отрасль тоже спасать Несмотря на то, что продолжают открываться всевозможные отрасли, части экономики, заведения и прочее-прочее Хабиров подытожил свое вступительное слово достаточно тревожно Цитирую его, повода для радости особо нет Каждый день прибавляется несколько десятков заболевших Оснований успокаиваться совсем нет, тревожно заметил Ради Фаритович Прежде чем приступить к обзору докладов оперативки Оговорюсь, что эта оперативка была исключительно пустой и скучной Доклады были несодержательными, но за редким-редким исключением Потому постараюсь много времени у вас не отнимать и впустую его не занимать Первым докладчиком был традиционно Максим Васильевич Забелин Который окончательно, по крайней мере, лично у меня утратил всякое доверие Лично я не понимаю, зачем вообще его нужно слушать Потому что ни одна из его цифр не вызывает доверия, не вызывает на себя внимания И мы теперь интуитивно вынуждены перепроверять Забелина через какие-нибудь иные источники Но тем не менее, Максим Васильевич сообщил нам сухую статистику на 22 июня Почти 5000 человек заболевших в республике За сутки прирост 53 человека Коэффициент распространения опять у него подрос и составил 0,9 На лечении находится 782 человека, тяжелых больных 35 В новом инфекционном центре в Зубово теперь у него уже 65 человек И 15 человек успели оттуда выписаться Напомню, что на прошлой неделе у него было там вообще человек 17 А вылечившиеся 3 В остальных местах у Забелина больные болеют COVID-19 существенно дольше, чем по Российской Федерации Выздоровевших у нас все еще меньше половины от заболевших А вот новый инфекционный центр, видимо, вылечивает больных с необычайной скоростью Повторюсь, ни одна цифра Забелина у меня лично не вызывает никакого доверия Смертность по-прежнему составляет 18 человек за весь период пандемии Количество анализов, которые проводит сутки Забелин, почему-то снизилось И теперь существенно ниже 5000, которых он обещал делать каждый день Максим Васильевич отчитался о своих цифрах Хабиров спросил его, сколько сейчас на данный момент свободных коек Зарезервированных под COVID-19 Забелин сообщил, что 50% При этом он добавил, что сократил 950 резервных коек в пользу других заболеваний и так далее Отдельно отметил Максим Васильевич о том, что 170 пациентов получили уже терапию С применением плазмы людей, которые сдали кровь, переболев COVID-19 И в крови у которых содержатся антитела Далее шел такой же бесцветный доклад Ленара Хакимовна Ивановой Которая, так же как и Забелин, начала со статистики Сообщила, что в республике 7735 человек находятся в социальных учреждениях Которых она презрительно называет получателями Судя по всему, вот это подсознательное какое-то поименование людей Которые получают социальную помощь от государства У Ивановой характеризует ее отношение к этим людям Они для нее всего лишь получатели Видимо, очень скорбит Ленара Хакимовна о том, что она вынуждена что-то отдавать этим людям Также она сообщила, что 1529 сотрудников обслуживают этих самых получателей В социальных учреждениях у нее полный порядок Посменно работают люди, по 14 дней там трудятся Она выплатила сотрудникам социальных учреждений республики Все полагающиеся выплаты и дополнительные поощрения денежные А также ждет в ближайшем будущем поступление еще 150 миллионов рублей В казну своего ведомства Вообще, с точки зрения денег, конечно, COVID-19 Ленару Хакимовну поддержал очень серьезно И потому Ленара Хакимовна попросила ради Фаритовича Не прекращать вот этот режим, который установлен в социальных учреждениях республики Башкортостан А продолжить его максимально долго Ну, судя по всему, Ленара Хакимовна, конечно, очарована вот этим золотым дождем Который обрушился на нее из федеральной казны И ей будет очень грустно расставаться с этими сотнями миллионов Которые регулярно поступают на ее счета Хабиров осторожно поддержал инициативу Ивановой Однако заметил, что решение окончательно по режиму работы социальных учреждений Должен принять штаб по борьбе с COVID-19 Также Хабиров напомнил Ивановой о том, что он распорядился поощрить людей Которые пострадали в процессе оказания помощи во время пандемии Речь идет о заболевших COVID-19 волонтерах, врачах, сотрудниках спецслужб И сотрудников Министерства труда и социальной защиты Хабиров распорядился поощрить их поездками в санатории И вот в этот момент поинтересовался у Ивановой, насколько она исполнила его поручение Иванова сообщила, что принято решение отправлять на две недели этих заболевших в санаторий Имеется в виду, естественно, после выздоровления Бюджет этого санаторного лечения 2200 рублей в сутки И будут им предоставляться ваучеры на двухнедельное пребывание в санаториях Ну, Хабиров оговорился, что на его взгляд 2200 рублей в сутки это маловато И что это сухая путевка без всяких там лечений и медицинских обслуживаний В общем, этот вопрос еще, видимо, будет обсуждаться и дорабатываться Несомненной звездой этой самой скучной оперативки был, конечно, Борис Владимирович Беляев Который сделал два доклада на оперативке И первый был на традиционную тему о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях Борис Владимирович сообщил нам традиционно, что ведется подготовка системы ЖКХ к зимнему периоду Отключение все производится строго по графику Аварий и перебоев не допущено, сообщил нам Борис Владимирович Только было я собрался тяжело вздохнуть Как Борис Владимирович опроверг самого себя Он бегло перечислил четыре крупные аварии, которые случились у него на прошедшей неделе в республике Башкортостан Имеется в виду аварии в области жилищно-коммунального хозяйства Он сообщил, что в Белокатайском районе на 11 часов была отключена вода В Уфе случились три крупные аварии, в которых были отключены десятки многоквартирных домов И на десятки часов от воды и горячего водоснабжения Ну в общем, я даже не знаю, как реагировать теперь на все это Но, безусловно, то, что Борис Владимирович меня услышал И теперь у него в жизни появились аварии То есть раньше он их полностью отрицал, как средневековые мракобесы отрицали То, что земля круглая и вращается вокруг солнца Теперь Борис Владимирович перестал отрицать очевидные вещи И начал перечислять вот эти аварии Ну что же, видимо, прогресс дело небыстрое Вот сейчас он начал их перечислять А через какое-то время, возможно, даже научится их не допускать Далее Борис Владимирович перешел к теме сбора твердокоммунальных отходов И отметил, что за текущий месяц собираемость средств с граждан упала аж на 9% То есть каждый десятый плательщик из числа тех, кому выставлены счета за вывоз твердокоммунальных отходов Отказался оплачивать Борису Владимировичу выставленные счета Это, в общем-то, закономерно, потому что мусорная реформа, особенно на фоне пандемии Конечно, у нас превратилась в весьма условную забаву Ничего там не происходит и ничего не улучшается Кроме всего прочего, на прошлой неделе прозвучал доклад генерального прокурора Российской Федерации В котором он отметил, что действительно мусорная реформа в России превратилась в вымогательство денег И практически полное их похищение Ну, в общем-то, то есть жители республики среагировали на все это совершенно интуитивно и правильно Подытоживая первый доклад Беляева, Хабиров напомнил о необходимости возрождения дней чистоты Что необходимо убирать города и населенные пункты республики Также он отдельно отметил город Уфу Дословно прозвучало это так Я два дня ездил по Уфе и душа пела Невероятно чисто В частности, Орджоникидзовский район Уфы один из самых чистых районов И в целом по проспекту, например, тоже чисто Я понимаю, что главы просят технику, но с деньгами плохо И пока порадовать их не могу Конец цитаты Ну, честно признаться, я давно не был в Орджоникидзовском районе Не знаю, что же так до глубины души поразило радио Фаритовича Но, наверное, наши зрители из числа тех, кто проживает в Орджоникидзовском районе Помогут нам разобраться, что же такого там чудесного случилось И почему там стало так безумно чисто Также завершая доклад Бориса Беляева Хабиров напомнил, что 30 июня и 1 июля в Уфе пройдет урбанистский форум И непременно участников этого форума Особенно двух федеральных министров, которые прибудут на это мероприятие Необходимо свозить к фонтану журавли Ну, судя по всему, Хабиров очарован собственной затеей по восстановлению этого фонтана И непременно туда будет возить всех своих дорогих гостей Со-докладчиком Беляева по этой теме был Морзаев Алан Викторович Который кратко сообщил о том, что количество ДТП в республике неуклонно снижается уже на 11% Количество пострадавших снизилось за истекший период времени на 13% И погибших тоже стало меньше на целых 11% Что не может не радовать, конечно Нас, однако, Морзаев отметил рост количества ДТП, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии Напомню, что двое детей за истекшую неделю погибли под колесами пьяных водителей Морзаев почему-то связал этот рост с летним периодом времени Я не знаю, какова связь между летом и пьянкой за рулем Но, тем не менее, вот такая версия у Алана Викторовича возникла На предыдущих совещаниях Хабиров сказал, что по мере отступления проблемы COVID-19 На оперативные совещания будут возвращаться доклады министров о ходе реализации национальных проектов И вот в этот раз четвертым докладом на оперативке был доклад Амины Ивниевны Шафиковой Министра культуры республики о ходе реализации нацпроекта «Культура» Собственно, Амина Ивниевна построила свой доклад исключительно на деньгах Сообщала о том, как она героически, но не до конца реализовала бюджет этого своего нацпроекта Надо сказать, нацпроект достаточно дорогой 1,3 миллиарда рублей доверены Амине Ивниевне в этом году на разграбление Она распределила эти деньги на три направления Это культурная среда, творческие люди и цифровая культура На данный момент Амина Ивниевна смогла уже истратить 45% от этого миллиарда и 300 миллионов рублей Она утверждает, что риска недоосвоения бюджета этого нацпроекта у нее не существует И, в общем-то, у нас нет оснований сомневаться в этом Однако есть один тревожный момент Из девяти показателей по этому нацпроекту Амине Ивниевне удалось выполнить восемь А вот один из показателей так и не достигнут В частности, это показатель того, чтобы увеличить посещаемость культурных учреждений Как минимум на 15% по сравнению с прошлым годом То есть Амина Ивниевна тратит гигантские деньги и титанические усилия на улучшение культурной среды На реновацию культурных учреждений Даже на строительство некоторых новых культурных учреждений Однако население республики упорно не видит всех ее усилий И никоим образом не идет в эти культурные заведения Они хочут почтить памятью вот эти вот 1 миллиард и 300 миллионов рублей Которые канут в ведомство госпожи Шафиковой Выслушав этот скучный доклад, Хабиров отметил только одно Что, в общем-то, пора бы уже открывать культурные заведения А то, как говорится, фитнес-клубы открыли Штангу тягать можно, а оперу послушать нельзя Ну, также Хабиров напомнил, что 24, 26 и 27 июня пройдут массовые мероприятия Там фестиваль поздравлений медиков и вот всякие вот эти вот, значит, урбан-форумы И с тревогой Хабиров отметил, что недоурегулирован сейчас момент с массовыми мероприятиями Судя по всему, Сидякину дадут поручение разрешить массовые мероприятия Потому что какой бы там урбан-форум ни был, это все равно массовые мероприятия И тут, конечно, логично возникает вопрос Будут ли сделаны просто исключения для этих любимых мероприятий Либо просто в целом отменят запрет на массовые мероприятия Соответственно, разрешат митинги, пикеты, шествия и всевозможные прочие неприятности Которые, судя по всему, стоят на пороге башкирской власти Пятым докладом оперативного совещания был доклад опять Бориса Владимировича Беляева И доклад этот был о реализации программы по ремонту подъездов в 2020 году Что-то как-то зачастил Борис Владимирович докладывать об этих подъездах Напомню, что ежегодно гигантские суммы денег отпускаются на ремонты подъездов И, судя по всему, только потому, что Хабирову кажется, что именно подобные ремонты Они как-то ободряют и улучшают жизнь жителей республики И ярче всего иллюстрируют заботу республиканских властей о населении республики Башкортостан Так это или не так, в общем-то, покажет время Но, судя по всему, жители республики не особенно в восторге от результатов этой программы По тому, как ремонтировал Беляев в прошлые годы подъезды Конечно, нельзя сказать, что вызвал дикий восторг Вот эти вот подозрительные материалы И, в общем-то, недостаточное качество работ, которые смог обеспечить Борис Владимирович Конечно, особого восторга вызвать не могут В этот раз Борис Владимирович посетовал на то, что в связи с тяжелым положением Экономическим кризисом, да еще и пандемией COVID-19 Программа ремонтов подъездов в республике была существенно секвестирована Собственно, на треть были сокращены те средства, которые Борису Владимировичу были выделены на разграбление Ну и количество подъездов тоже уменьшилось Если изначально он планировал 3382 подъезда отремонтировать в этом году То теперь это 2185 Если он изначально собирался потратить 1 миллиард и 111 миллионов рублей То теперь это всего лишь 636 миллионов рублей Несмотря на то, что запрет был наложен на некоторые виды работ Мы помним, что на строительные работы, в общем-то, запрета во время пандемии COVID-19 не было Однако Беляеву запретили ремонтировать подъезды Ну, что, собственно, было, наверное, правильно Потому что так или иначе люди в подъездах пересекаются И, конечно, суета с рабочими и ремонтом, наверное, бодрости этой пандемии не прибавляла Однако Беляев сообщает нам, что с 8 июня все работы возобновлены Более того, в 132 подъездах они уже даже завершены В 1117 подъездах работы ведутся на данный момент Однако в 936 подъездах работы так и не возобновились А это на минуточку 43% от того объема, который господин Беляев должен был выполнить Борис Владимирович сообщил нам о своих планах О том, что к 1 августа он в любом случае добьется 30% готовности своей программы А к 1 сентября аж 70% То есть за один месяц он сможет перекрыть 40% работ Это больше, чем он сделал за весь период вот сейчас А к 1 октября Борис Владимирович, несмотря ни на что, отремонтирует все 100% подъездов Ну, не знаю, значит ли это, что он к 1 сентября только заактирует все эти работы И, как обычно, перечислят всем деньги А потом выяснится, что половина работ не сделана Ну, посмотрим Ради Хабиров очень ругал в последний раз Бориса Владимировича за подобную схему работы Однако никаких оргвыводов не последовало И Хабиров, более того, заповедовал снова Беляеву на будущий год Хорошенько все распланировать так, чтобы, значит, у него было все нормально Так вот, об этих планах на 2021 год господин Беляев нам не применил поведать Он собирается отремонтировать в 2021 году 2112 подъездов на сумму 880 миллионов рублей В том числе он хочет отремонтировать 1162 подъезда из числа тех, которые планировалось ремонтировать в 2020 году Про себя отмечу, что аппетиты Бориса Владимировича растут, несмотря на то, что ему урезают бюджеты Дело в том, что если вот в этом году, в 2020 году средняя стоимость ремонта подъезда была 291 тысячи рублей То на будущий год Борис Владимирович будет ремонтировать подъезды уже за 416 тысяч рублей То есть, ну, существенно, согласитесь, рост Несмотря на то, что подъезды действительно разные Но, учитывая их количество, все-таки средняя цифра стоимости ремонта подъезда, наверное, вполне себе пригодна для анализа вот этой программы Так вот, на будущий год Борис Владимирович будет ремонтировать наши подъезды практически вдвое дороже, чем он делал это в 2020 году Хабиров резюмировал второй доклад Беляева на этой оперативке примерно так «Надеюсь, хоть в этом году вы покажете нам красивые подъезды» Конец цитаты Повторюсь, что в который раз у меня возникает ощущение того, что Ради Хабиров крупно и лично задолжал семье Беляевых И он разве что не извиняется перед Борисом Владимировичем за то, что вот сократили ему бюджет и прочее И благосклонно разрешает потратить вдвое больше на ремонт каждого подъезда в будущем году То есть, из чего мы делаем вывод, что доходы самого Беляева, судя по всему, от этого не упадут А вот качество и количество подъездов, наверное, все-таки будет снижаться Завершающим докладом этой пустой оперативки был доклад Илона Макаренко о предстоящем голосовании Хабиров отметил, что это очень-очень важная задача, которая стоит перед Республикой Башкортостан Госпожа Макаренко, в свою очередь, сообщила только статистические данные В частности, то, что в Республике все еще 3434 избирательных участка Что она изготовила 12 видов плакатов, информирующих жителей о надвигающемся голосовании Плакаты эти выпущены количеством 2 миллиона экземпляров Что, на самом деле, чуть меньше, чем количество вообще голосующих в Республике Макаренко утверждает, что все участковые избирательные комиссии и комиссии прочего уровня Полностью оснащены средствами индивидуальной защиты Но тестировать сотрудников избирательных комиссий на COVID-19 Макаренко все еще не готова Вот тут, напомню, есть некоторое противоречие между указаниями Федеральной избирательной комиссии И лично госпожи Панфиловой, которая утверждала, что все сотрудники избирательной комиссии Будут проверены на COVID-19, и она не допустит того, чтобы кто-нибудь там был больной на участках Судя по всему, госпожа Макаренко вполне допускает наличие, например, бессимптомных больных COVID-19 В числе сотрудников избирательных комиссий Соответственно, наверное, было бы правильно и честно с ее стороны сообщить избирателям, что Приходя на избирательный участок, вы имеете вероятность столкновения с членами избирательной комиссии Которые, например, больны COVID-19 бессимптомно и являются переносчиками этой болезни Однако, Макаренко такого предупреждения не сделала Вместо этого сообщила нам, что она напечатала уже 3 миллиона 47 тысяч 426 бюллетней Для голосования 1 июля А итоги этого голосования госпожа Макаренко подведет 3 июля 2020 года Алаверды Хабирова было так же коротко и непонятно, как, собственно, и вся оперативка Я приведу заключительные слова главы Республики Башкортостан дословно Мы раскрутили изоляционные гайки и находимся в тревожном режиме Как тот канатоходец, если расслабимся, то упадем Ну, вот эта богатая, литературно богатая аллегория С элементами недостоверной технической терминологии Потому что изоляционных гаек на самом деле не существует Вот это все, конечно, наводит на то, что Ради Хабиров слегка растерян от того, что происходит Он устал от вот этого диссонанса между необходимостью сдерживать население в изоляции с разными целями Но при этом каким-то образом не дать убить экономику В общем, конечно, чувствуется и раздражение, и усталость от этого всего режима Чувствуется то, что Хабирову хочется общаться со своими подчиненными лично И, как говорится, управлять не по телефону этой территории Но и вот это вот заключительное его слово, конечно, как ничто ярко характеризует эту ситуацию На этой неделе с понедельника ежедневно проходят многочисленные акции протеста Сегодня мы приехали на объект Серебряный ручей, который пять лет не могут достроить Судя по всему, и здесь у дольщиков лопнуло терпение Они сегодня планируют провести автопробег в протест против бездействия властей и бездействия застройщика Не знаю, конечно, чем это все кончится Потому что формально по закону автопробег приравнивается к массовому мероприятию А его так или иначе нужно как-то согласовывать Не знаю, какие будут действия властей Но дольщики настроены решительно Обклеивают автомобили наклейками с призывами, требованиями и своими претензиями к властям и застройщику Я констатирую уверенно, что протестная активность в республике нарастает Что люди выходят из этой спячки пандемии Видимо, уже устали ждать и устали верить в пустые обещания Всяких вот этих вот омбудсменов по долевому строительству Которые превращаются постепенно в омбудсменов по правам человека И прочих причастных к этому чиновников и не очень Меня интересует, что изменилось в последний, условно говоря, год-полгода И почему вот это сейчас происходит Вроде последние месяцы, но может быть это связано, конечно, с пандемией Никаких движений не было И что происходит сейчас? Меняется ли что-то или ничего не меняется именно на объекте Серебряный ручей? Добрый день Что касается на объекте, мне кажется, это и визуально все видно Там ничего не изменилось Единственное то, что ежедневно Ну, не ежедневно, а иногда замечаем, что с объекта возят стройматериал Ну, скорее всего, заказчики или я не знаю, кто там Вот все, что меняется на объекте на сегодняшний день А так, сами видите, объекты как четыре дома стояли, так и стоят на стадии котлованов Фундаментов и так далее Те обещания, которые давались, ну, условно, где-то полгода назад Что есть какая-то схема, есть какое-то решение То есть это было со стороны госстроя, это было там со стороны Гайсиной, со стороны даже Хабирова Они сейчас в каком состоянии? Они воплощаются или власти отказались от этих схем? Скажу честно, вот те данные, которыми я владею, я сколько знаю, что все эти схемы, все как бы негодятся Да, они все отменены Отменены И все стоит в таком же положении, как мы будем А как вы относитесь к идее банкротства застройщика и дальнейшему решению вот этого всего вопроса через фонд Дом.РФ? Если честно, я сейчас не знаю, тоже не могу ответить на этот вопрос, так как я не знаю, чего дальше ждать Какова мера терпения дальнейшего? Сколько еще можно ждать? Вот вы пять лет ждете, сколько вы готовы еще ждать достраивания этих домов? Тоже вопрос очень сложный, если я буду знать хотя бы, что сто процентов через год или два построят Это документально будет подтвержден, понимаете, люди еще подождут Но пока нет ни указа главы республики, ничего, никаких документов, ну, сами понимаете, чего ждать Ну, то есть на словах уже никаких разговоров быть не может Конечно, ну, это просто слова, это просто обещания, которые были уже сколько лет, и на этом и все остановилось Ну, и еще один традиционный вопрос Вот полтора года назад Ради Хабиров заявил, что он точно знает, как решить проблему дочеков Вот как нам теперь к этому относиться? Прошло достаточно много времени Есть ощущение, что он знает, как решить эту проблему, или этого ощущения нет? Ну, будем надеяться, что он на самом деле знает, как этот вопрос решить Будем надеяться, опять-таки Но еще в связи с этим, с этой пандемией, может быть, что-то это и тормозило Ну, опять говорю, может быть Я все же надеюсь, что Хабиров как-нибудь что-то изменит у нас Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок